Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Для детей и взрослых индивидуальные и групповые занятия. Если вы хотите провести корпоративный турнир по бильярду «Бест», организуют его на самом высшем уровне. Находится клуб по адресу «Лепси-4-2», справки по телефону 58-74-14. Бильярдный клуб «Бест» – прекрасное место как для романтических свиданий, так и для дружеского общения. Заглядывайте. Мы чуть позже озвучим список призов, которые будем сегодня разыгрывать. Сразу же напоминаю номер нашего телефона – 211-101. Но как-то неприлично уже оставлять нашего гостя непредставленным. Это Александр Чубаров, главный дирижер Вятского оркестра русских народных инструментов имени Федора Ивановича Шаляпина. Александр Николаевич, добрый день. Добрый день. Вы впервые в нашей студии, да? Да. Впервые в нашей студии. Мы сегодня будем говорить, безусловно, о том, чем живет оркестр. Я думаю, что сейчас, наверное, многие впервые услышали это словосочетание «Вятский оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина». Расскажите, пожалуйста, о своем коллективе. А потом мы уже будем говорить о тех концертах, которые планируются в ближайшее время. Вятский оркестр русских народных инструментов – это уже коллектив, достаточно взрослый. Нам в этом году, кстати, осенью исполняется 35 лет. Будет праздничный концерт в октябре месяце. В октябре 1982 года, да? Да. Получается? Да. Просто мне недавно… Просто мне недавно, да. Мне недавно 35 исполнилось. Люди уже всю свою жизнь живут и знают, что такое оркестр у нас есть. Интересной очень была судьба у оркестра. Хоть и нашлись энтузиасты, нашлись руководители, которые возглавили это дело. Это был преподаватель Кировского колледжа искусств, тогда музыкального училища, Сергей Федорович Голушков, ныне почетный гражданин города Кирова, заслуженный работник культуры. Он нашел, сумел собрать энтузиастов и откликнулись люди… Ну, людей, умеющих, собственно, играть, владеющих русскими народными инструментами. Это преподаватели колледжа, музыкальных школ. И вот вы можете себе представить, что, хотя и было такое решение, но оно не подкреплялось материальными, какими-то финансовыми… То есть на энтузиазме работал оркестр? До 1999 года. 17 лет. 17 лет наши музыканты, такие патриоты своего дела ходили и играли просто так. Ну, а потом было принято решение, я обязательно должен, раз такая есть возможность, сказать, что решение принял Василий Алексеевич Киселев, когда был мэром города. Затем недавно мы с ним тут общались в студии. Он приходил к нам, да. Правда, не по музыке, по футболу, но там тоже очень многие ему благодарны. Слава Богу, живет, здравствует. И в эти годы как раз тогда были выделены ставки и для нашего оркестра, и для оркестра симфонического, который ныне носит звание Валерия Раевского. Так что это очень было серьезное решение. Но вы с самого начала базировались… Ну, я в оркестре с 2000 года. Оркестр был сначала в колледже искусств. В музыкальном училище. В то время совершенно верно. Ну, а потом пришлось по нескольким точкам еще помотаться. Да, в первой музыкальной школе нас приютили, было одно время. Ну, и еще одно судьбоносное решение, я считаю, что очень правильное, очень позитивное. Это 2008 год, когда Департамент культуры и городские власти пришли к соглашению тому, что лучше, если эти коллективы и симфонический народный оркестр будут в стенах филармонии. И с тех пор вы благополучно в Вятской филармонии живете. Да, совершенно верно. Жизнь очень интенсивная. Не поверите, насколько это все довольно сложно. Особенно подготовка к концертам. Сколько сейчас вообще людей в коллективе? 42 человека в Оркестре народных инструментов. Чувствуете поддержку, востребованность свою? Интерес со стороны публики? Все это и есть? Конечно, конечно, да. Вот благодаря усилиям, если вы попадете к нам на концерт, увидите лица, которые сидят и неравнодушно смотрят, а с удовольствием смотрят. Какая-то есть часть публики, которая постоянно, конечно, ходит. Ну, и я надеюсь, что наш круг наших поклонников будет расширяться. Могу подтвердить, что в зале свободных мест очень мало, потому что ходил несколько раз. И, понимаешь, и ребенку очень интересно, который мой сын со мной ходил, и мне самому там было просто удивительно интересно послушать. И очень хороший оркестр. Гастролируете? Ну, только по своей инициативе и за свой счет практически. Да, бывают поездки. У нас очень удачный состоялся выезд в Австрию в 2012 году по культурному обмену с музыкантами Верхней Австрии. Эта традиция очень давняя, между прочим. Ну, вот нам удалось как-то так вот с ними договориться, пригласили нас. Удалось побывать во многих городах России. И в старые времена, знаете, еще когда партийные, там немножко были другие условия. И, ну, получалось выезжать. Вот ребята работали за просто так, а тем не менее ездили и были в Петербурге, и в Петрозаводске, и в Москве, и в других городах. Ну, и нам иногда вот везет, выезжаем. И в том числе на фестивале. Один из них был в Липецке, потом были на фестивале в Ярославле. Это такие местные организаторы, всероссийские или международные даже эти фестивали. И в прошлом, в пятнадцатом году, наверное, мы съездили в Москву, выступили на одной из самых престижных площадок для народников. Это Академия имени Гнесиных состоялся концерт. Это, по-моему, не только для народников престижная площадка. Там есть еще Московская консерватория, туда с народником сложнее попасть, хотя уже давно они там выступают. И ансамбли, и оркестры. — Хочется спросить, а есть ли такой кадровый резерв у оркестра народных инструментов? Насколько сейчас вообще востребовано в музыкальных школах хоть именно народные инструменты? Идут детишки? — Конечно, идут учиться. Сложнее немножко в колледже. А первое звено, которое музыкальная школа, мне кажется, там достаточно укомплектовано все. Но вот дальше начинается действительно проблема. И очень больную тему вы затронули. Она почему больная? Потому что наши лучшие ребята, которые заканчивают колледж, они всегда есть. Но они, к сожалению, из нашего города уезжают. — Стремятся куда-то в другой город. — Они поступают в высшие заведения учебные. Москва, Питер, Казань, Пермь, Нижний Новгород. Очень много наших ребят учатся. Ну и вот, к сожалению, единицы только возвращаются. А замена не всегда есть. И кадровый резерв на сегодняшний день по некоторым позициям очень слабенький. — Каким-то образом надо решать такую проблему. Хорошо, давайте уже непосредственно перейдем к тому концерту, который состоится послезавтра, 12 марта, в 17.00. Большой изъел Вятской филармонии. Концерт, собственно, Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шалепина. Что это будет? — Очень необычный концерт. Вы знаете, как бы тут два в одном. Я в этот раз пригласил двух солистов совершенно разных. И в первом отделении будет выступать с нами петь прекрасная певица, молодая солистка эстрадно-симфонического оркестра ФСБ России Ольга Варвус, сопрано из города Москвы. — Для меня открытие у ФСБ России есть такое. — Вы знаете, во всех родах войск есть такие пограничников. — Пограничники вообще, военные оркестры никуда не пропадали. Там и песни, и пляски тоже никуда не пропадали. — Да-да-да, практически по всем родам войск есть. И это замечательный большой коллектив, где есть эстрадно-симфонический оркестр, хоровая группа и балет. Вот Ольга, она лауреат многих конкурсов, в том числе конкурсов таких, как Романтиада. Постоянный участник проекта на канале России «Романтика-романса». И она будет исполнять музыку очень популярную, легкую. И мы с вами, наверное, придем, согласимся, вернее, с тем, что эти песни будут звучать всегда и будут всегда любимы. Я сейчас назову несколько. Например, «Обухов калитка», а напоследок я скажу из жестокого романца песня «Мохнатый шмель». Или, допустим, «Ирадье Голубка», «Дружба». Прекрасная песня Раймонда Пауэлса «Любовь настала». Или итальянская «Ямайка». Вот это первое деление. То есть популярная очень легкая мелодия. Это такой золотой фонд популярных композиций. И полная противоположность будет это второе отделение, где выступит один из основателей «Теремквартета», заслуженный артист России, Михаил Дзюдзе, исполнитель на балалайке «Контрабас», как солист. Это вообще уникальное явление пока единственное, наверное, в России, наверное, и в мире, потому что балалайки «Контрабас». Балалайки, собственно, это наш национальный инструмент. Давайте напомним уже. Балалайка «Контрабас» — это очень большая балалайка. Очень большая балалайка. Как ее особо не удерживаешь? Играть нужно стоя. Проблемы возникают. Это бытовые чисто с перевозкой в поездах, в самолетах. Неимоверные проблемы просто. Но человек не может жить без этого инструмента. Да, вы знаете, вот он такой неординарный поступок совершил. Ведь все было хорошо. «Теремквартет» — это уникальный, популярнейший ансамбль. Много-много лет существует. Который уже 30 лет существует. Они за эти годы уже, я посмотрел немножко, когда готовился, более 3000 концертов дали. И побывали в 65 странах мира. Представляете, выступали и у Папы Римского на приеме, и у королей, и у королев европейских стран. И вот решиться от этого как бы уйти. Ну, причины разные, конечно, бывают. Но тем не менее... Вообще, сольную карьеру начать исполнителя на баз балалайке, то на контрабас балалайке — это смелое решение. Очень. Очень смелое решение. Неординарное. И тем не менее, вот прошло два года, как он уже играет. И он в своих интервью уже приедет. Поговорим, конечно, с ним поближе. Сейчас спросим его мнение. Ну вот я, который интервью почитал, он говорит, что не жалеет об этом. И перед ним сейчас открылись новые перспективы. Он играет сейчас со многими оркестрами народных инструментов в России, с симфоническими оркестрами, выезжает за рубеж. Я видел, допустим, в Ютубе выступление в Берлинской филармонии с камерным оркестром немецким. И вы знаете, когда появляются такие вот личности, то репертуара ведь нет. Что играть? Это же очень... Для контрабаса симфонического оркестра все-таки что-то есть. Что-то, но тоже мало. Тоже мало, наверное. Все-таки есть. Нам надо сейчас сделать, простите, небольшую паузу. Александр Николаевич сегодня, кстати, принес к нам немного музыки. Мы продемонстрируем примерно, что будет звучать. Да-да-да. Продемонстрируем. Можно сядься или попутать. Нет, вот сейчас у нас пауза будет. Небольшая пауза, потом срок послушаем. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культпоход Ну, понятное дело, что это Иоганн Себастьян. Совершенно верно. А вы знаете, я почему принес и попросил поставить. Вот это сейчас звучит в мелодии Баха. Это хорошо отоперированный клавир, прелюдия из цикла «Прелюдия и фуги Баха». Номер один, до мажор. А вы слышите, какая обработка, да? То есть это вот как пример стиля, который называется кроссовер. Это когда в классическую музыку... Переходное нечто, да? Классическую музыку приносятся элементы популярной музыки, рок-музыки или электронной, допустим, музыки. Здесь как раз вот электронную, мы слышим как раз составляющую, да? И ударная остановочка такая в популярном стиле. Это я почему попросил поставить? Для того, чтобы сказать, что программа у нас очень интересная. Вот мы начали говорить, что репертуара нет. Ну вот Михаил один из таких исполнителей, который... Михаил Дзюдзе. Михаил Дзюдзе, да, совершенно верно, исполнитель на балайке контрабаса. Он один из таких музыкантов, который работает в этом стиле. Этот стиль называется классик-кроссовер. И музыку в этом стиле уже давно исполняют. И вот как пример там еще есть, если будет сегодня возможность, мы немножко еще... У меня такое подозрение есть, что на баллайке с лэпом играют. Если такой переход уже какой-то вариант. Как на бас-гитаре именно, да? Да-да-да, будет и это звучать. А причем он интересно сказал, что привезет кроме баллайки контрабас, вот такой вот полногабаритный, да? Да, ему еще сделали инструмент электронный контрабас. Баллайку. Электронный баллайку контрабас. Причем мастера, который занимается производством электронных инструментов. Ну, посмотрим. Это сейчас все возможно. Я сам не видел. И какой одной или... Тем интересней. Одной или два сочинения будет. Успеем ли мы три кусочка послушать? Ну, давайте второй еще послушаем кусочек, да, Артем? Тоже очень любопытно. Да-да-да, это Моцарт, симфония номер 40, первая часть. Вот тоже в такой обработке. Ну, это образцы такой, как бы, вот совсем уж легкой музыки. У нас немножко будет потяжелее. У нас будет металл-рок звучать. А, то есть гитарист соответствующий или что-то будет? Ну, для того, чтобы это было похоже, да, пришлось решать определенные задачи. И вот еще раз повторюсь, что во втором отделении будет практически все звучать в стиле кроссовер. Это когда в классические произведения привносятся элементы или джаза, рок-музыки, электронные музыки. То есть это вот кроссовер с солирующей балалайкой-контрабасом? Да-да-да. И инициатор... Мы должны туда идти, Володь. Просто мы больше никогда этого не увидим. Послушайте, например, прозвучит Альбенис Астурия. Это известное произведение для струнных инструментов. Будет звучать в обработке и с солирующим контрабасом. Потом прозвучит грик в пещере горного короля. Но в версии финской рок-группы Апокалиптика. Вы знаете такую? Знаменитый коллектив на велочерек. Вот видите, вы более продвинутый. Я узнал только, когда стал готовиться. Ну, та знаменитая тема, откуда, из бригады, да, по-моему? Ту-ра-ту-ра-ту. Очень выдающиеся просто музыканты. Я послушал разные их произведения. И задачи, которые приходится решать, когда мы играем такую музыку, поверьте, что очень-очень непростые. Надо же как-то совместить. И чтобы было достойно это звучание, ну, придется немножечко оркестр видоизменить. И у нас будет и электрогитара звучать, будет синтезатор, в зависимости от произведений. Ну, или еще будет прозвучить композиция на теме группы Pink Floyd. Что именно? Money. И вторая песня. Money — это семь восьмых, это сложная такая штучка. Ну, да, там семь четвертей. Семь четвертей. Семь четвертей. Очень сложно. Да, семь четвертей. Хромой размер очень такой классный. Слышите, у вас тут... Мы немножко в курсе происходящего. Куда я попал? Ну, я к чему еще говорю, что на самом деле задачи, которые приходится решать оркестру, вот, они довольно сложные. И мне, во всяком случае, очень интересно это делать, потому что мы немножко развиваемся в другую сторону, осваиваем новые перспективы. Это очень интересно. И на этот концерт, на послезавтрашний, да, 12 марта, мы сегодня билеты как раз разыграем. Я к тому уже ближе подхожу, что нам нужно озвучить список и начинать играть. Пригласительный на двоих, да? Да, совершенно верно. Вот на этот концерт, на 12 марта, 17.00. И еще вы принесли билет на... На детский концерт. На детский концерт. На 18 марта. Это будет звучать детский концерт. Музыка из мультфильмов. Мультландия. Отлично. Так что, родители, берите на заметку. Ну, давайте, Николай, пройдемся по всему списку. Ну, начнем, раз уж мы начали программу с Беста, то и первый наш приз, это сертификат в бильярдный клуб Бест на сумму 1000 рублей. Есть у нас драматический театр. 10 марта. Жизнь прекрасна. Спектакль, имеем в виду, вы можете пойти. Безусловно, да. 18.30. И 11 марта. Темная аллея в 17.00. Есть театр на Спасхой. Пригласительный билет на два лица на спектакль. А Зори здесь тихие. 11 марта в 18.00. Как обычно, в Киновакс вы можете выбрать билеты на две персоны на любой фильм из сеанс. Ну, и как уж у нас повелось, у нас, конечно, есть книги от магазина «Читай город». Первая из них это «Патрик Несс. Голос монстра. Жуткая, страшная, а с другой стороны, добрая и глубокая книга. О смерти, любви, правде, о том, как невыносимо больно терять близких». «Уши машут ослом». Есть замечательная книжка, вышедшая еще давно. Давно, в начале века вышла. Это переиздание. Она не потеряла актуальность. Яркая, серьезная и дискуссионная книга о манипуляциях людьми и массовым сознанием. Реклама, пиар. Да, в общем, интересная штука. Эти и другие книги вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская, 65, торговый центр «Театро» и Ленина, 103А, торговый центр «Крым». И у нас есть, кстати, еще одна интрига. Мы не озвучили еще один приз. Пока. Но мы потом ее разгадаем. Александр Николаевич, обращаюсь к главному дирижеру Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина. Вам задавать первый вопрос нашим слушателям. 211-101. Дорогие друзья, вопрос. На каком инструменте играет артистка-оркестра, которая сидит прямо перед дирижером? Оркестра народных инструментов, да? Конечно же, я имею в виду оркестр русских народных инструментов. Что это за инструмент? Да. Русский народный. Русский народный инструмент. Ждем ваших звонков, массу призов. Хочется вам сделать приятные, либо в виде билетов в кино или в кинотеатр. Ой, в кино, в кинотеатр. В театр. Траматический. Тюз-211-101. Назовите, пожалуйста, инструмент. Первая попытка, по-моему, уже предпринимается. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Добрый день, Николай. Ваш ответ. Что за инструмент? Да, я так думаю, на контрабасе она играет. На контрабасе? Да. В оркестре. Нет, к сожалению. Нет. В русском народном оркестре. Пока не удалось. Нет, контрабас немножко у нас подальше от дирижера. Ну, ждем еще звонков. Не получилось. Вот не получилось. Причем такой вот, если говорить инструмент вот такой, именно вот когда слышишь это слово, другой никакую страну ты не представишь, только Россию. В общем, нужно глубже смотреть в историю. Это такой исторический инструмент, такой былинный совершенно. Есть даже ведь имя, да? Имя ведь там персонажа, который вот играл. Да. Знаменитый персонаж. Знаменитейший персонаж, да. Вот еще кто-то пробует. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Михаил. Михаил. И кто же сидит перед дирижером? Ну, это Дама с балалайкой. Дама с балалайкой? Дама с балалайкой. Увы. Увы. Так, мы чувствуем, что-то у нас тяжело идет. Давайте мы вам вторую попытку еще дадим. Если это не балалайка, если это не контрабас, то что там может быть еще? Руссконародная? Да. Неужели гармонь? Нет. Гармонь там тоже есть, но она не сидит перед дирижером. Не получилось. Вторую попытку тоже пропустили. Будем ждать еще. Мы же вот как бы наглядываем, что это былинный инструмент. Былинный. Знаменитый, да, вот такой. Многострунный. Многострунная, да. Много-многострунный. Он лежит, он как-то лежит. Нет, не надо так далеко подсказывать. Ладно. 211-1. Прямо перед дирижером в народном оркестре. Слушайте, русског, ну желающих зато как много. Здравствуйте. 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 Меня зовут Олег. Мне кажется, это гусли. Совершенно верно. Вы угадали. Олег, молодец. Я с удовольствием... Нет, Олег может выбрать из списка, да. Из того списка, да. Что вы хотите выбрать, Олег? Если можно, в бильярдный клуб Бест. Хорошо. Сертификат на 1000 рублей в бильярдный клуб Бест. Не кладите трубку, наш редактор вам объяснит, как забрать. Николай, задавайте срочно вопрос. Второй. Я успею? Да. У нас, как всегда, с музыкальным примером. Я не очень про русские народы, но я все больше как раз про ту самую рок-музыку, о которой мы говорили. И продолжаю тему «Алисы в стране чудес», которую начали в той передаче, но не закончили. То есть, речь идет о том, что эта сказка активно используется рок-музыкантами. Некоторые из них даже себя называют в честь герантии сказки, да. Вот, например, всем известный Элис Купер. Он взял просто имя Алиса, прибавил к нему необычную такую неженскую профессию. Купер — это бочар там, или как бочар, как правильно сказать-то даже, который бочки делает. Бочки? Бондарь. Ну, бондарь это он называется. Бондарь, совершенно верно. Вот, скрестил две эти вещи и начал делать свой шок-рок. Вот пример, сейчас мы маленький его послушаем. Вот, но дело в том, что не только он так поступил, а вот сейчас он ездит по миру и выступает еще с одним товарищем, который так же сделал. Взял красивое женское имя, такое не просто, а это имя такое, кинозвезды, там, иконы стиля, можно сказать, да. Скрестил его с фамилией серийного убийцы, и получился вот еще один псевдоним. Вот они сейчас, два эти молодца, ездят по миру вместе. Вот я предлагаю сказать, с кем же сейчас выступает в гастрольном туре наш уважаемый совершенно Элис Купер. И три варианта ответа. Это Мэрилин Мэнсон, это Жаклин Стивенс, или это Бриджит Уилсон. Вот кто ответит, тот получит следующий приз. 211-101. Есть ли желающие уже выиграть у нас что-нибудь? У нас есть книги, билеты в театр, в кинотеатр. Да, 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 уже есть желающие. Здравствуйте. Добрый день. Да, и кто же сейчас катается по миру вместе с Элисом Купер? Ну, это только может быть Мэрилин Мэнсон. Совершенно верно, Мэрилин Мэнсон. А вас как зовут? А вас как зовут? Райан Хью Уорнер. Меня зовут Антон. Антон, вы угадали, вы играете. Что хотите выбрать? Можно еще раз напомнить, что есть? Ну, хотите в билет, хотите в кино пойти, хотите в кинотеатр пойти? Да, в кино, в кино, в кино. В кино, хорошо, Киномакс, пригласительный билет на две персоны. Разыграли. Трубочку не кладите? Да, не кладите. Не кладите трубочку. Редактор все объяснит. Реклама у нас сейчас, и очень скоро вернемся и продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. Да, это культ поход. Здесь студия Николай Голиков. Владимир Сметанин. И наш гость, главный дирижер Редского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина Александр Чубаров. Александр Николаевич к нам принес билеты. Рекомендуем вам попасть на этот концерт завтра. Ой, простите, после завтра. 12 марта, да, после завтра. Уникальный совершенно концерт. Два приглашенных гостя. Один из основателей тюрем-квартета Михаил Дзюдзе, который будет выступать как солист на балалайке, контрабасе. Ребята, это просто, если вы это пропустите, вы никогда себе этого не простите. И детский концерт, да, который состоится 18 марта. Если у вас дети есть. Музыка из мультфильмов. Выбирайте, советую. Музыка из мультфильмов. Не только дети, мне кажется, взрослые с таким же удовольствием все это прослушают. А еще мы для вас приз один заготовили, о котором в самом начале не сказали. Умолчали. Внимание, литавры, это билет на двоих на концерт Томми Эммануэля. Вы спросите нас, кто же такой Томми Эммануэль, ну, если, конечно, не знаете. А мы вам в ответ скажем, да вы что, это один из самых известных гитаристов мира. Родился он в Австралии, начал играть на гитаре в возрасте 4 лет. Добился не просто умопормочительных высот. Вот если вам интересно, вы можете там в интернете на том же видеохостинге популярном, да, забить название, вернее, имя, фамилию этого человека. Масса просто роликов, масса концертных выступлений. Я точно так же... И огромная биография за спиной. Не молодой совершенно уже человек. Я точно так же поступил. Давайте послушаем немножко, насколько крут этот гитарист. Спасибо, на флажолитики закончим. Вот приезжает он к нам, будет выступать в Вятской филармонии 5 апреля. Билет можете выиграть прямо сейчас. Сейчас вопрос у меня совершенно простой. На какую престижную музыкальную премию выдвигался Томми Эммануэль? Причем не один раз. Не один раз выдвигался. Вот прям вот какая вам сейчас музыкальная премия придет на ум? Вы звоните нам 211-101, вы можете пойти на его концерт. Причем трансляцию с вручения этих премий у нас показывают сейчас регулярно. Каждый год. Да, и я знаю массу людей, которые внимательно следят. А это интересно, можно понять, что в мире происходит. Там тенденции. Есть желающие уже ответить, есть желающие сходить на этот концерт. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Савелий. Савелий, да. Мне кажется, это премия Грамми. Да, конечно, Грамми. Совершенно верно. Дважды он выдвигался на эту премию. Дважды номинанты. Пойдете на этот концерт именно? На Эммануэль? Да. Да-да-да. Пойдете. Все, отлично. Не кладите трубку. Сейчас вам редактор объяснит, где можно билет этот забрать. Томи Эммануэль, еще раз напомню, 5 апреля в Вятской филармонии. Александр Николаевич, вам вопрос задавать следующий. Ну что ж, давайте попробуем еще. Значит, это на детский концерт или можно поскольку... Да, это люди все равно выбирать будут, так что задавайте вопрос. Понятно, понятно. Дорогие друзья, в оркестре русских народных инструментов ведущую роль мелодическую такую исполняют группа Домор. Домор инструмент, тоже русский народный. Будьте добры, скажите, пожалуйста, в каком населенном пункте Кировской области соратниками Андреева был найден этот инструмент? То есть родина этого инструмента Кировская область. Совершенно верно. Вернский край, наверное. Вернский край, да. Вернский край. В котором именно городе обнаружил Андреев Домру или соратники. Можно так, соратники. Явление Домры народу. Явление Домры народу. История довольно-таки известная, как мы тут выяснили по ходу, но вот вам предстоит сейчас ее вспомнить. 211-101, покопайтесь там у себя в голове. Ну, тут можно понять так, у нас 39 районов, да? То есть 39 позвонивший точно ответит правильно. Это при условии тем, что предыдущие звонящие будут запоминать, какие районы произносились. Слушаем вас. Мне кажется, что это район Котельниче, если я не ошибаюсь. Совершенно верно. Котельниче, да? Как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут Юлия. Юлия. Юлия молодец. Вы правильно ответили на вопрос. В Котельниче. Выбирайте приз. Я бы хотела... Вот вы говорили про какой-то очень интересный концерт с каким-то народным инструментом. Я, к сожалению, прослушала начало. Это контрабас «Балалайка» концерт будет послезавтра в воскресенье в 5 часов вечера в Вятской филармонии. Все? Я бы с удовольствием сходила из него. Идете? Отлично. Трубочку пока не кладите. Трубочку не кладите. Сейчас наш редактор объяснит вам, как этот пригласительный билет получит. Быстро напомню, что у нас еще есть драматический театр «Сегодня жизнь прекрасна» или «Завтра темная аллея». Театр «На Спасской» «Азорь здесь тихия» тоже завтра в 18.00. Книжки у нас еще есть. Две книжки. И билет, собственно, на детский концерт. Николай. Николай. Ну а что Николай? Николай попросит снова включить немножко музыки. На это раз полегче. Вот как раз немножко прозвучало голос. Эта композиция звучит Элтона Джона, в названии которой тоже присутствует персонаж из «Алисы в стране чудес». А именно персонаж так называемого «Безумного чаепития». Помните? «Безумное чаепитие». Там участников всего три в этом чаепитии. Ну, чаепитие, помимо самой «Алисы» — это Соня, болванщик и мартовский заяц. Трое их там постоянно в шесть часов сидят и все время пьют, чтобы больше с временем не шутили. По мнению Элтона Джона, точнее автора его текстов, люди именно этой профессии вместе с Монами и Лизами населяют испанский горле в Нью-Йорке. Поэтому песня называется «Мона Лиза». И вот эти вот люди. Вот. И вот про какого из героев книги «Алиса в стране чудес» — это песня. Предлагаю три варианта ответа также точно. Это либо Соня, либо это болванщик, либо это мартовский заяц. Ну, подсказка уже была, походу. 10.11.1. Тут уже кто-то прорывается, да, у нашей эфиры? Да, уже есть желающие ответы. Для начала скажите, как вас зовут? Добрый день. Елена. Елена. Вот три варианта вам нужно выбрать верной. Болванщик. Да, конечно, профессия — это болванщик. Ну, в другом переводе это шляпник. В английской традиции это «Безумный шляпник». «Мона Лиза» с «Энд Мэттхеттерс». Это две песни Велтен Жонс с таким названием. Вы угадали. Какой вы выбираете приз? Что хотите? На Спаскую. Театр «На Спаская», «Азорь из Двестихи», 11 марта, завтра, суббота в 18.00. Забирают все, куда я сам хотел. Все верно? Да. Поздравляем вас. Не кладите трубку, пожалуйста, пообщайтесь с нашим редактором. Мне вопрос задать? Да. Или поговорим, может быть, еще о дальнейших концертах Ветского оркестра русских народных инструментов. Не ограничивается же все это числами? Какая у вас вообще программа на весну? Ты уже знаешь, что осенью будет юбилей. Да. Ну, я еще раз бы хотел про этот концерт сказать, что, дорогие друзья, обязательно приходите. Действительно будет очень интересно. И впервые, особенно музыка второго отделения, это будет та музыка, которую мы еще не играли. Она будет впервые вообще в Кирове звучать. То есть это и для вас эксперимент, да, уже? Конечно, конечно. Да, и в том числе прозвучит музыка «Розовые пантеры», «Манчини». Тема из «Розовой пантеры». Да, 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 совершенно верно. Очень черные, с солирующим контрабасом. Ну, и про апокалиптику я уже говорил, и про Pink Floyd это правда будет очень, должно быть все здорово. И если немножко заглянуть вперед, у нас в рамках, мы вот сегодня не вспоминали, но этот концерт, который мы проходим, он проходит в рамках Вятской весны, фестиваля. Если вы... Мы говорили об этом, да, нам приходил Андрей Сандалов. Я просто могу подтвердить, что очень достойные все концерты начали с «Реквейма Моцарта». Вот продолжение сейчас нашей коллективы. Ну, и еще один в рамках этого фестиваля. В апреле у нас будет удивительнейший концерт с исполнителем на звончатых гуслях. Вот мы уже вспоминали сегодня об инструмент, который вот сидит, оркестрантка наша играет. Это клавишные гусли, как стол большой такой, с огромным количеством струн. И как звучит, или как арфа можно, если умело, как сказать... Да, 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 совершенно верно, очень интересно. И приедет исполнитель из Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов, тоже энтузиаст огромное своего дела. Исполнитель на звончатых гуслях. Это тоже будет очень здорово. А они как? Звончатые гусли отличаются от клавишных? Они, можно еще называть их крыловидные или трапециевидные. То есть это небольшой инструмент, на нем 15 или 17 струн всего. И он как щипковый? Он, да, 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 щипковый. Играется либо пальц, и пальц, кстати, ну очень, как сказать, вырос исполнительский уровень на этих инструментах. И не просто арпеджио играет вот так вот, аккордики такие, да, и там в числе и мелодию, и вариации играет на этих густах. Это мастер своего дела будет. И одновременно, это мне очень сложно представить. Вы знаете, там звук извлекается, зажимаются те струны, которые не надо. Зажимаются струны, которые не надо. Не должны звучать. А, то есть наоборот все. Наоборот все, да. Мы привыкли, что нажимаем то, которое должно звучать, а в гуслях, в этих флончатых, зажимаются, закрываются струны, которые не нужны, и открытые струны звучат. То есть техника совершенно другая. Совершенно другая. И мало того, играют не только аккордами, а и мелодические линии играют, и вариации. Вот в таком темпе. Это что-то невероятное. Это невероятное что-то на самом деле. Надо эту технику на большом экране транслировать просто, чтобы видно было. Мало того, одной рукой вот играются эти вот, ну, переборы какие-то там, аккорды, допустим, левой рукой одно, а правое другое. Это просто фантастика. И это все настолько глубинно. Вот как мы вспоминали, что это действительно инструмент из глубины веков. И вот как только мы слышим звучание этого инструмента, там внутри просто все так это, ну, дрожит, понимаете. Это уникальный тоже исполнитель. Он будет играть и на гуслях, на народных духовых инструментах, на желейке, на ложках. Он будет номер очень интересный. И мы надеемся, покажет еще один инструмент. Такой глиняный, такой черепок с полой, который называется окарина. Это тоже редчайшие инструменты. Но, тем не менее, сейчас вот есть исполнители, которые достойно это представляют. Этот концерт состоится у нас 9 апреля. 9 апреля. Пару минут остается. Успею задать вопрос. Вы уж простите, я от темы музыки отойду. Но просто есть еще одна тема сегодня, о которой не могу не вспомнить, со своим историческим тушь образованием. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники архивов. Сегодня день архивов в Российской Федерации. Мы поздравляем вас. В нашем городе, естественно, архивы присутствуют. Масса ценной и полезной информации. Есть у нас архив с такой аббревиатурой. Прямо как отдельное слово звучит Гаспеко. Позвоните, расшифровку дайте этого названия. 211-101. Гаспеко. Ну, вот таким вопросом я решил сегодня побаловать. Прекрасный, я думаю, вопрос нетрудный, потому что, если речь идет о архивах, Кировской области, то половина аббревиатуры уже расшифрована. 211-101. Находится архив на улице Казанской. По-моему, 16А. 16А Казанской. Вот у самой реки. Гаспеко. 211-101. Что означает аббревиатура Гаспеко? За правильный ответ вы можете, например, пойти сегодня на спектакль «Жизнь прекрасна» в драматический театр, либо завтра туда же на «Темные аллеи» в 17.00. Либо взять прекрасную книгу от магазина «Киномакс». От магазина «Читая город» уже. «Уши машут ослом» замечательная книжка. И Патрик Несс «Голос монстр». Ну, сейчас узнаем, получит ли кто-то этот приз в этой передаче или уже нет. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Расшифровывайте, Александр. Это, по-моему, государственный политический архив Кировской области. Ну, вы так, немножко промазали, но в целом правильно. Но направление правильное. Государственный архив социально-политической истории Кировской области. Вот так. Гаспеко. Да. Что хотите получить? На спектакль пойти или книжку все-таки больше вам? А книги какие, огласитесь? Ну, вот давайте мы порекомендуем все-таки «Уши машут ослом». Книжка про то, как можно манипулировать сознанием людей. Реклама, пиар. В общем, как можно программировать. Великолепным языком написано, читается легко. Причем таким хулиганским даже. Берите книжку, не прогадывайте. Давайте. Давайте, все. Уговорили. Да. Ну, теперь уши будут махать ослом. На этом завершается программа «Культпоход». Коль, без 15 уже час у нас. Впереди, кстати, у нас передача «Союз нерешимый». Я не прощаюсь на этом. А я до понедельничка. Да, спасибо большое Александру Чубарову, главному дирижеру Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина. Творческих успехов вам, естественно, творческим людям принято желать. Все. До свидания. Спасибо. До свидания.